Сейчас вы видите меня. В наши дни неврологи серьезно занимаются этим вопросом. Вы видите меня в 14 различных точках вашего мозга. В 14 точках, так же и с футбольным мячом. Почему не все могут играть в футбол одинаково? Почему по сравнению с Лионелем Месси все выглядят нелепо? Только потому, что эти 14 точек должным образом согласованы и активны, он видит вещи, которые другие не видят. Если они рассогласованы, то человек замечает все с небольшим опозданием. Необходимо проделать дополнительную работу, чтобы это увидеть. Разве вы не расстраиваетесь ежедневно из-за любимых игроков, которые не могут вовремя что-то заметить? Кто-то сказал, что он притягивает мяч как магнит. Нет. Он просто видит его до того, как его видят другие. Не так ли? Потому что зрение – это не видеокамера, как некоторым кажется. Изображение захватывается и разделяется на 14 частей. Вы видите свет в одном участке, форму в другом, фактуру в третьем. В мозге одновременно происходит 14 различных процессов. Если мы воткнем иголку в один из участков, внезапно цвет исчезнет. Если воткнем в другой, исчезнет фактура или форма. Так что это сложный механизм. Для того, чтобы использовать его в полной мере, человек, управляющий этим процессом, должен выходить за рамки ограничений. Иначе его управление будет ограниченным. Если бы вы сидели здесь, а ваши четыреконечности двигались сами по себе, это было бы нелепо, не так ли? Пожалуйста, внимательно понаблюдайте. Именно это и происходит. Ваше тело и ум занимаются своими делами, не советуясь с той сущностью, которую они вмещают и которую они должны обслуживать. Они не просто не советуются, они делают что-то свое. Когда инструмент, которым вы должны пользоваться, занимается чем-то своим, вместо того, чтобы служить вам, это превращается в хаос. Вы можете заметить, что, когда кто-то получает определенный уровень физического контроля, даже возьмем спортсмена, за которым вы наблюдаете каждый день. Те, кто достигли определенного уровня контроля над своим телом, обладают определенной аурой и определенным качеством. Они могут ничего не знать, быть совершенно невежественными, жить никчемной жизнью. Однако вы заметите определенную ауру только потому, что они обладают определенным контролем над своим телом. Замечали такое? Это можно наблюдать у таких животных. Если вы увидите тигра, у него есть определенная аура. Он завораживает лишь тем, как он контролирует собственное тело. Почему я говорю это? Если вы можете сделать простое физическое движение, в точности так, как вы этого хотите, то внезапно в вашей жизни появляется новый уровень красоты и свободы. В этом заключается красота речи, пение, танца. Вы можете сделать это так, как вы этого хотите. Если вы просто болтаете, в этом не будет красоты. Не можете придерживаться мелодии в пении, либо не можете двигать конечностями так, как вам хочется. В этом не будет красоты. Когда вы можете делать это именно так, как вы хотите, внезапно появляется новый уровень силы, красоты и иной вид ауры вокруг вашего тела. Это всего лишь небольшой пример того, когда ваши органы чувств начинают служить чему-то более глубокому внутри вас. Тогда внезапно появляется новый уровень красоты того, кем вы являетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok